Сегодня будем готовить утиную грудку под вишневым винным соусом. Для этого нам понадобится утиная грудка, вино красное сухое, вишни желательно без косточки, соль, сахар, масло растительное и немного крахмала для загущения нашего соуса. Мы сейчас поставим вино для выпаривания, для того, чтобы наш алкоголь выпарился в нем и более раскрылся вкус и аромат нашего соуса. Теперь нам нужно взять нашу утиную грудку и сделать такие вот продольные маленькие надрезки на нашей шкурочке. Мы даже не будем лить масло, мы будем обжаривать на утином жире. Мы сначала положим шкурочку вниз на стовородочку, наша шкурочка даст жир и мы будем на нем обжаривать. Солим, так натираем, солим. Перчим, так и немного мы выдавливаем апельсинового сока. Желательно грудку оставить на 2-3 часа для маринования в холодильнике. Так, наша грудка замариновалась, а время уже наше прошло. 3 часа. Да, теперь нам нужно ее обжарить на нашей сковородке. Сковородку мы нагреваем, ждем. Наша сковородка нагрелась, а теперь мы выкладываем шкуркой. Теперь добавляем наш огонь, ну так вот, на средний, для того, чтобы жир вытопил от нашей шкурки. Мы нашу грудку обжарили с двух сторон. Теперь нам нужно ее поставить в духовку на 20 минут при температуре 160 градусов. Пока утка запекается в духовке, мы займемся соусом. Вино практически выпарили, да? Да, теперь нам нужно сюда высыпать нашу вишню. Наш соус должен быть кисло-сладко-соленый. Мы... Мы его сахарить? Да, мы сахарить, потому что наше швино у нас столовое, красное. Плюс еще вишня дадут свою кислоту. Нам нужно где-то... Мы будем пробовать. Пока 3 столовых ложки. Сахара где-то с солью такую. Ну, перец, я думаю, не надо. Наши вишенки поварились, а теперь нам нужно сюда влить разведенный крахмал холодной водой. Теперь нам нужно протереть через сито наш соус. Соус должен быть похож на жидкую сметану. Не на кисель. Не на кисель, да. А кисель, то он такой более погуще, как говорится. Так, нам нужно подождать минутки 3 для того, чтобы уточка наша отдохнула, чтобы весь сахар распределился по нашему мясу. Да. Да. Так, и теперь мы поливаем нашу уточку нашим волшебным соусом. Вить. Пробуем. Ммм, ведь очень вкусно. Правда? Леточка получается очень нежная, а сус просто замечательный. Это именно то блюдо, которое должно быть у вас на новогоднем столе. Приятного аппетита. Атья. Приятного аппетита.